Гарри Поттер Гарри Поттер Гарри Поттер Гарри Поттер меня хотят задушить, я считаю, то есть право, есть право, но у нас соединиться скорее, чем задушить меня мы здесь не из-за сокровища, мы хотели спасти тебя и я благодарен, нет, правда, все круто а вы прошли уже момент с Алькасаром? у нас с вами пока есть фора ну в смысле, а, Алькасара убили Сэм ищет сокровища, нет, подожди, давай я не закончу ну ладно, да ну, Эвери уничтожил все корабли на острове а зачем? потому что хотел сберечь свое сокровище именно чего бы это не стоило ему и другим? нет, почему никто никогда не ходит длинными путями? потому что не хотел, чтобы его догнали все всегда хотят короткие он хотел удрать смотрите он вспотел потная карта это его карта острова видишь? его корабль здесь, прямо за той горой там наше сокровище и как раз туда сейчас направляется Рэй пока мы тут с вами спорим, как идти сейчас будет Рэй да, если Эвери все-таки удалил и потонул где-то в океане вместе с сокровищем тогда мы найдем, где он потонул о, боже сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? чтобы понятно с этим дебилом ты и я а эти двое идем сокровище сделаем Ленке титьки не понимают господи вы ужасны они понимают еще как я думал, ты сейчас типа Дрейку чешешь грудь они насмотрелись ты так плечикам и тешим а то там в кобур bed, знаешь чешись можно ничего не доказывать ну можно под лопаточкой там чуть-чуть-чуть пониже ну все, всё, спасибо где самолет? Эта гора похожа на гору, к которой надо идти. Блин, у нас очень хорошие зрители, с ними весело. Она тоже его погладила. Все гладят Дрейгом. Ну, он такой видный мужчина, конечно, все хотят погладить. Гладительный. Короче, Алькатрас... Гладибельный. Умер задолго до того, как Сэм решил искать сокровища. Он просто обманул Дрейка для того, чтобы... Искать сокровища. Да. Потому что... Развод на доллары. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут в горе. Диалоги года просто. К сокровищу. Почему ты так уверен? Сюда. У меня настроение хорошее. Что такого? Смотрел на Пашу и пропустил все диалоги. Его зовут не Алькатраст, а Алькасар. Ну да, невозможно. Уже не важно, он все равно умер. Это уже конец игры, это конец вора. Но тут до конца игры осталось, типа, час, наверное. Типа того. Будешь добивать? Конечно. Там еще финальный... Ну да. Я, наверное, задолбаюсь. Сэн, помоги. Потому что там консоли гейминг. Ноти-дог боги. Ноти-бок-доги, конечно. Ноти-бок? Ноти-бок-доги. 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 Финальный босс-вертолет. Да нет, это же не за дивизион. Босс под нос, может выяснить. Да-да-да. Босс-барбосс, кстати, тоже неплохо. Но это скорее Dark Souls. Там бывают боссы-барбоссы здоровые такие. Слюни капают. Ты видишь выход? Боги-стайл. Любимая поза него Дракмана. Боги-стайл. Секси, это боги-стайл. Паша, что такое консоли гейминг? Не любишь кте – не перевариваю. Это бич. Однокнопочный бич. После прохождения будет, еще стрим будет, но не сегодня. Это закончен марк-доникул? Да? Ну, я думаю, да. Да, я думаю, я закончу и закончу с этим. Я изначально знаю, что делал. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. А так и надо. Ну, надо толкать еще. Толкать вбок. Да, потому что надо вот... Ну, все, отцепись. А, они сейчас... Отцепись от меня, балван. Давай, давай, да, посмотри вниз. Может добраться до деревянной платформы? Да, прыгай. Нет, рано. Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. Скорее бы в кроватку. Да. Надо, по-моему, что-то толкнуть. Надо подождаться, пока Сэм досмотрит на вот это вот. Есть идея. Ней, помоги мне. Скрипт. Скрипт. Скор-скор-скор. Со скриптом. Скрипт на скрипте и скриптом подай мне. Самая динамичная сцена в игре. Намного лучше, чем падение из самолета. Вот смотри, они тут вдвоем становятся. А там Елена Гири одна вставала, чтобы перевесить дрейпи. Я все. Я все. Стараюсь, что-то он не лезет. Ты-то почему не лезешь? Крабик. Я думаю, ему, кстати, на этом моменте должно было оторвать руку. Было бы забавно. Такой твист прям. Конец вора, да. У Елены вообще фамилия есть? Да, у нее фамилия Фишер. Ну и дрейк. Ну после свадьбы может дрейк. Сэм, давай. Сейчас. Прыгай, я поймаю. Что? Давай. Что? Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай. Я должен это закончить. Сэм. Если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? А, вот, пошутили. Ну ладно, блин. Прости. Сэм. 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 Чует болев. Он там точно погибнет. Да ладно. Пошли. Ну что, она права. Ну конечно. Пошли. Хорошо поговорили. Привлю такие диалоги. Ну, нормальный диалог сейчас был. Сейчас как раз нормальный был диалог. Типа он такой. А, ну да, она правду говорит. А Сэм. Да, это Сэм. Ой, не Сэм. Это Салли такой. Ну конечно. Сей поддакиваешь бабник. А, вот он. Подкаблучник. Вот оно что. Ты не смог расшифровать этот суть. Нет, я не придал ему столько значения. Но Салли хочет свалить. Заинтересован свалить. Салли хочет тебя осалить. И он у меня получится. Салли. А тут это письмецо есть. Класс. С чем он вообще думал? То есть, после всего, что с нами... Ему мало? Мало. Вот. Пошли искать. Сегодня первый день моей новой жизни. Я наконец достиг берегов Филибертали и теперь могу считать себя свободным человеком. Города здесь полны людей, живущих полной жизнью и объединенных общей целью. Я наблюдал, как товары сгружают с кораблей и подготавливают к отправке в колонию. Наверху на холмах моему взору открылись дивные поместья нового Девона. Меня перепоняет чувство радости. Пусть само это место будет укором всем тем, кто смеялся над нами, кто притеснял нас, нашим семьям, знати, властям, самому королю. Мы построим образцовое общество, покажем пример всему миру. Мы будем сами выбирать свою судьбу. Свободный атаков нашей прошлой жизни. Это наш шанс начать все с чистого лица. Лица. С чистого лица. Листа. За Бога и свободу. Салли хочет сало, говорят. В общем, как люди заблуждались? Что салли хорошо, то свинья смерть. Сальные шутки про салли пошли. Как он взял этот чайник? Рукой. Силой руки. Выпьем же, братья. Да, Паша как Ленин вещал. Давай толкать. По этой штуке можно перелезть. Давай. Так, держим. 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 Готов? Готов. Не посмотреть. Не посмотреть, готов или нет? Открывай фотомод. Сделай скриншот. Сделай скриншот. Нажми на два стика. У нас выключен. Давай сделаем хороший кадр. Можно сделать так, чтобы прям... черно-белый фиге? Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Твое лицо, когда твой брат дебил. Ха-ха. Ха-ха. А можно черно-белый фига? Ха-х. Исчез, подожди. Сейчас. Ну надо чуть двинуть. Ха-ха-ха. Надо двинуть. Ха-ха-ха. 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 тут еще можно фильтр ну блин, ну нет покажем все силы на что брошусь можно заглянуть ему в ноздрю? наклон еще есть давай положим его навык не ладно, подожди сейчас камеру вот фильтры были на X наверно классик огненный ад это то, что надо ретро нет нет открытка старому другу очень романтично надо сделать из него кека Гоу Винс и неточка нет, не надо зернистость не надо яркость давай с Леной так же поступим она есть рядом? где Лена? поднеси камеру к ее лицу давай посмотрим что она может нам предложить не надо не церниться нет, тут как-то можно ну блин скрыть людей можно никого не скрыть оп 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 этот персонаж еще не открыт причем тени исчезают вместе с ним прикольно скрыть всех людей можно никого не скрывать смещение и вращение о, можно снять да примерно это я имел ввиду грязные ботинки все счастливо смотри как джинсы проделаны проделаны ну в смысле выделаны я не дотягиваюсь не дотягиваюсь давайте посмотрим сколько время на часах у дрейка всегда 15.00 фишечка игры да черт ладно хватит хватит это терпеть как выйти надо нажать на оба стика нет я нажал нет я нажал л3 выход да выйти да ну-ка есть сейчас будет невероятно тупой обет нормально ожидаем не получится нэйд давай нет сейчас давай оп я нажал что собью ну и как нам туда забраться у нас мало времени Нейт Нейт стой одному нельзя сколько время мигом туда и обратно шесть ничего себе Ну, значит, подерёмся, раз так. Без драки, да. Уведите самолёт как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать рот. Драки бежит. Готовься к драке. Готовься к драке с драки. Так нечестно. Это всё, что ты можешь сказать? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй. В этот момент я бы серьёзно заволновался, что его могут убить. Да, мне кажется, это специально сделано так. Его ещё могут убить? Чтобы ты задумался такой. Он часто умирает и так, в принципе. Ну, окончательно ещё никогда. Там вот говорят, а верёвку кинуть? Не, не судьба. Там вообще можно верёвку кинуть, там можно как-то перепрыгнуть, но в любом случае они его отпустили. Злая шутка, но ладно. Готовься к драке с драки. Да, 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 у нас было. Да, это отлично. Нет, там ещё в конце драки написали. Это вывело шутку на новый уровень, на новую орбиту. Из-за посуды какое падение нрава. Сейчас будет очень красивый момент. По-моему, сейчас. Сейчас. Когда ты заберёшься на гору, там выхватится общий план, если я не ошибаюсь. Ну, не пропустишь. Общий драки план. Следы. А это что? Следы. Сэм! О! Чтоб тебя. Наверняка, он уже далеко ушёл. Чух. Ну вот, более-менее общий. Это не то, это не то. Или ты... А, ты с горой хочешь? Да, да, да. Там, когда ты заберёшься на гору, будет, по-моему, классный пейзаж. Надо идти к этой чёртовой горе, спасать Сэма и убираться отсюда. Да уж. Завтра ещё посмеёмся над этим. Ну, как посмотреть, как посмотреть. Вообще смерть, это не очень смешно. Ну, завтра они над этим посмеются. На том свете. Ха-ха-ха. Да, да. Дэй, дэй. Ну, бывает, дэй, какая-то картинка. Ну, бывает. В общем, Дрейк не выжил. Короче, да. Дрейк умер. И знаешь, сейчас те, кто не прошёл игру, они сидят на иголках и не понимают, мы шутим или не шутим. Мы не шутим, вот он, номер такой. Нет, ну, понятно, нет. И воскрес опять. А глобально вообще. Глобальный Дрейк. Глобал Дрейк. Моть посуду, кстати, это нормальная история. Если кто-то готовит... Ну, один готовит, другой моет посуду. Я всегда мою посуду. Я доволен. Записка была внизу, я не помню, ты помнишь? Записки нет. Прописки нет. Ну, не знаю. Не помню. Я не искал первый раз все... Ну, зачем? Все сокровища целенаправлены. Не очень много ему надо, чтобы допрыгнуть. Сэм умрёт. Да, приятного просмотра. Снова идём по следу. Следы кончились. Господи, какой же он хороший детектив. Пират ТВ приходит время от времени, я его видел. Я тоже скучал. Нет. Мне нравится, как он тянет ручки, когда гейм-дизайнеры пытаются тебе намекнуть, что если сейчас прыгнуть, то ты долетишь до уступчика. Он тогда так тянет ручку, это значит, можно прыгать. Это радует. У меня превышает, что он нельзя звучит на эфире. Окей. Вот сейчас, по-моему, будет. Ну, когда доберёшься наверх, будет тот самый общий план, на который хочется любоваться. Да не сейчас. Ты сказал сейчас. Ну, я сказал, когда доберёшься наверх. Я добрался. Не добрался. До определённого уступа я добрался. До определённого верха. Нет, вверх есть только один, и это максимальный верх. Максимальный верх, это следующий фильм «Вина Дизеля». Максимальный верх. Да. Господи. Господи. Время ходить между камушков. Ой. Чуть не упал. Все следы рано или поздно заканчиваются. Паша, обрати внимание, следы закончились. Ммм, что бы это значило. Эть. Сделай так, ну, блин. Эть. Тут, а, вот тут вот, по-моему, да, здесь записка есть. Прикольно. Нет? Нет, не тут? Да в этой ли главе вообще, Павел? Я помню, тут где-то он находит одного персонажа, про которого... Он делает это, чтобы спасти брата. Это да. Я имею в виду Паш. Вот, 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 вот. Потому что его брат у нас в заложниках. Тут прикольное письмецо. И мы не отпустим его, пока Паша не отработает его долг. Это же внук Бернса. Внук Бернс. То есть все говорят, что письма клевые, а они что-то не клевые. Нет, они клевые. Хотя мне удалось извлечь пулю Хейза из своего бедра, рана загноилась и жар не спадает. Мне не терпится узнать, что там дальше в горах, но боль слишком сильна. Мне нужно отдохнуть и набраться сил. И снова в минуту покоя меня начали мучить сомнения. Неужели я был неправ, наказав тех, кто нарушил свои обязательства? Я всю свою жизнь посвятил поискам этого места и сокровищ Эвери. И эти люди чуть-чуть не лишили меня всяких шансов на успех. Нет, я был в своем праве. Сегодня я отдохну. Жар спадет. Завтра же я закончу путь, начатый еще моим дедом. А вернувшись домой, напишу книгу о своих подвигах на этом острове. И книга Джонатана Бернса будет храниться в библиотеках наряду с книгами других великих путешественников. В худшем случае я потеряю ногу. Но в конечном итоге моя жизнь будет достойной. И Клэр наконец-то сможет мной гордиться. Клэр, прости меня. Ну, это письмо... Вот Клэр. Forgive me. Это письмо другого чувака, который пытался найти эти сокровища. Ну, то есть, как бы намек, да, самому Дрейку. О том, что... Как бы пора заканчивать Дрейк. Путешествовать на его место. Сядет. Ну. Там что-то было, что-то? А, следы, да. Еще следы. Ха-ха, следы. А он не оставляет следов. Ну, да. А, недочет. Не, вон, смотри, вон, у него маленькие. Недочет. Они исчезают. А, они глубокие, да. Ну, у него есть. Я хочу в туалет, но мне лень вставать. Что мне делать? Есть идея, конечно. Описаться. Ну, она на поверхности, это идея. Не то, чтобы я ее рекомендовал, но она сработает. Фу, ты так воняешь, что вокруг тебя летают мухи. Как обычно, он все ломает. Все ломается бесплатно, без смс. Было бы весело, если бы Дрейк расплакался, читая это письмо. Возможно, он расплакался. Тебя веселит, когда плачут другие люди? Что с тобой не так? Мужчины, когда плачут. Что с тобой не так? Сильные мужчины. Время жопкой погрязи. Набрать грязи в карманы. Надень памперс. Снэйк, помойся. Ну, естественно, как бы. Как я успел, а? Быстренько ты размотал. Снэйк, помойся. Я увидел этот Крэнтон наконец. Снэйк, помойся. Дрейк, Снэйк. Кто ему скалы подкрашивал? Снэйка, Дрейк. Приходит такой друг с двумя фингалами. Такая, кто же тебе скалы-то подкрасть? Никто ему не подкрашивал, это известь. Все схвачено. Ой, это как они. Там скалы надо... Нет, нет, там скалы надо колоть. Тут в лужу все можно. Ну да, надо. Типа так. Ой! А, вот тут вот такой момент. Ну, это... Был прям на краю. Это тяжелее, чем кажется. Это кажется довольно тяжелым. А, ну да. А, тетяртет. А, тетяртет? Да. Утю-тю. А, тетяртет. Конец карапузика. А куда? Ну, видимо, вот туда. А, да. А вы уже нашли этот корабль или нет? Нет, еще ты же его не видишь. Я смогу. Что с его ногами? Я тут упал, кстати, когда играл. Он мне не докинул веревку. Я смогу? Да? Да. Я думал, просто сейчас то же самое случилось. И уже... Почти, да. Он готов поржать, а оказалось, что в этот раз пронесли. А, и все отламывается. Почему Лара стала мужиком? Потому что изначально мужик стал Ларой. Это примерно как с братьями Вачовски. Да. Жил-был мужик, стал Ларой, а потом Лара стала мужиком. Да, да. Я смог. Не знаю как, но получилось. Ну, что ты так задыхаешься-то? Ну, тяжело было. Да миллиард раз уже он был в ситуациях похожих. Когда чуть не погибал. Вот он. Вот он, да. Трипофобия, она бывает только с органическими дырочками, если я не ошибаюсь. Нет, со всеми. Со всеми? Ну, органические просто более... Ты чувствуешь трипофобию, глядя на эти скалы? Ну, немножко. У меня сейчас выключится телевизор. Нажми exit. Мы были на грани смерти. Ой, нет, нет, нет. Неправильно сделано, надо прыгнуть. Нет, опять неправильно сделано. Возможно, ты доберешься. А он, видишь, он не действует пока. То есть он прыгает, когда они близко есть. Погугли, что такое трипофобия, друг. Заодно и узнаешь, страдаешь ли ты ею. Проверишь себя. Ну, только, пожалуйста, открывай сразу картинки. Не. Окей, что такое трипофобия? Господи. Боязнь путешествий не совсем. Ай! Ой, я не туда воткнул. Однокурсница-геолог. Тебе написано, я прочитал Однокурсница-геворг. Ну, ладно. Моя Однокурсница-геворг. Боится пупырышек боксита. Так, что не только органически. Что такое? Загугли. Ха-ха-ха, справедливо. Подколол, подколол. Пупырышки-боксита. Ой-ой-ой-ой-ой, не падай, не падай. Давай посмотрим на корабль еще. Вы меня бесите, я не пьяный. Голос странный, потому что я довольно далеко от микрофона. Я расслаблен. Да нет у меня насморка, я по жизни гнусавый. А, тут, вот тут я тоже умер. Потому что надо делать вот так. На. Все, мы нашли трипофоба. Трипа... У нас трипофоб. Трипогрипофоб. Гоните его, насмехайтесь. Да что такое-то? Что за него? Поза. Ты пьян, поэтому говорят, что не пьян. Ну, пусть будет так. Давай уже! Давай уже. Это просто высшая часть... Геймдизайна. Жопокатания нет. Жопокат, это как самокат, только на жопе. У него как-то телефон вернул. И ты все это проделывался? Да. Ну, конечно. Наверняка нашел. Короткий. Пошел коротким путем. Болезнен. Агутин, хоп, хей, ла-ла-лей. Это серьезно наш зритель? Да, а че нет? Жаль ли ножок? Окей. Ты потерял корабль, что ли? Не. Надо проплыть. Ой-ой-ой, я сейчас... Чуть не утонул. Представляешь, утонуть в самом конце. Как глупая смерть. Драк. О, сейчас, сюжет-сюжет. Почти все. Это последний, мэм. Хорошо. Думаю, сможем наших догнать. Чемоданы для гранжуров. Загружают нам на лодку. Сэм только что угнал нашу лодку и направляется к кораблю Эври. Пускай. Мы все. В смысле? Ой, все. Почти все мои люди погибли. А те, кто жив, отчалили. Ты видишь? Цель буквально в двух шагах. Этот псих начинил ловушками целую пещеру. На его корабль я не полезу. Надин, если ты сейчас сдашься, то все твои потери и вообще все наши усилия были зря. Вот здесь у нас миллионы с золотом. Это плюс жизнь уже не было. Ясно, почему от тебя люди бегут. Что, прости? Мы на пороге исторической находки, а ты хочешь уйти, подобрав крохи из-под стола. Бомжара. Сэм же все себе заберет. Если уйдет с корабля живым, пускай. Какая у него анимация. Я скажу, заслужил. Ты-то явно нет. Ну вот. Можем стоять и ругаться тут с тобой. А можем закончить то, что значит. Как раз заканчиваем. Простите, мэм. Надин, молодец. С наемниками такая штука. Они служат тому, кто больше заплатит. Ну так что? Либо мы идем до конца вместе. Либо закончим все здесь. Предатели. Трейтор. Трейтор. Идем вместе. Умничка. Умничка. Убейте ее. Ну пойдем. Смотрите, она умничка. Вот это моя девочка. Хэштег умничка. Интересно, а тут работает этот режим? О, да. Да, да. Всегда работает. Блин, прикольно. А, вращать не могу. А, приблизить. Смещение и вращение нет. И приближение равно. В катсценах, короче, можно, но нет. Но нельзя. У нее, кстати, левая рука как будто отдельно сейчас была. Отрезали. У меня ведь сухо бежит. Next-gen пот, говорят, там вообще. Потненькая кисонька. О, господи. Ну. Влажные фантазии пошли. Вы прослушали срачек между героями. Рыбки есть. Рыбки топ. Рыбки что? Рыбки хайп. Можно съесть рыбок. Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Она питоняшечка. Питоняшечка. Мне кажется, она... Что тут у вас, капитан Эвери? Наемника-няшечка. А почему не перевели «так умирают воры»? The Def End. Ну да. А у вас под заголовок «путь вора». Хотя, As Thieves End. Ну, блин. As Thieves End. Ну да. Путь вора было бы... Ну, знаешь, Uncharted 4 «так умирают воры» это... Нормально. Альбом бутырки, блин, какой-то. Нормально. Так умирают воры. Да не верю я, что все эти доски не сгнили за 300 лет. Ну хорошо. Ну это же корабль. Ну сгнили. Чего не сгнили? Подгнили, конечно. Вполне себе сгнили. В шансонной 2016. Да. Наемники. Да ладно. Ну что? А я бы не подумал. Я думал, пираты. Пираты в современной форме. Чего куда идти-то? А, ну да. Наверх. Uncharted 4. Борт в законе. Черт. Сэм. Сэм. Шоон. Сэм. Шоон. Куда идти? А, ну да. В подвал. Че, сможешь его победить? Ну, не знаю. Я один раз кириллался, как ты. Мне понравилось. Ты умирал? Да, конечно. А, окей. Добивай уже ты, наверное. Давай попробуем. Мне кажется, я сдохну. Много раз. Ну да, потом победишь. Множественные сдохи. Так это и работает. На самом деле упали? Что? Сэм. Я просто... А, Нейт. Где Сэм? Ладно, да. Сори. А, Сэм. Вон он. Блин, он че плохо. Сэм. Да живой. Лек отдохнул. Живой. Из-за него мучают все непогибли. Я его забираю. Нет. Вряд ли. У нас просто зрителей ноли. Я не знаю, что понимать. Ты получил сокровище. Отдай мне моего брата. Нету новых комментариев уже давно. После всего, что он сделал, ты выбил. И этот провод не еле выбил ногой. И стрим сейчас упал? Ну, давно упал. Насколько давно? Насколько с интернета? Ну, я не знаю, в какой момент. Ну, там последний коммент пришел не так давно. 18.20. Сейчас 18.27. 7 минут мы сидим без... Серьезно? Да. Но записи есть. Ладно. Сейчас я перезапущу. А, ну мы сейчас, по идее, должны обратно ворваться. Вот, видишь, зрители, да? Ну-ка, чатик. Сколько, да, там? Поздравьте. Я выбил ногой интернет. Да. Комбо. А как давно вы не видели вообще? Такой еще эпизод. Нет, мы не так давно шутили, на самом деле. Во-первых, ты сейчас можешь переиграть с контрольной точки. И все будет. Давай, давай, чтобы все. Стримок, ок, все. Вот так. А сколько не видели, подожди. А сколько не видели? С какого момента, да? Мы можем сначала главы начать в целом. Две минуты, говорят, буквально. С падения в подвал. А, ну, короче, только-только-только, ну... Ну вот мы упали в подвал. Начни с контрольной точки и норм. Набери, да, там. Спроизвести ролик, пропустить ролик. Нет, это не то. Я не знаю. А тут, видимо, пока... Все, ладно, продолжаем, ребята. Еще немного, и мы все тут погибнем. Этого хочешь? Нет, конечно. Ну что, Надин? Рад видеть тебя живой. Будь душкой, забери у него пистолет. Будь братом. Давай сюда. И ты, правда, ему доверяешь? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры, а я всегда честен с партнерами. Встань туда. А вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодушкам. Негодяи. Это жулики. Захар своей ногой подправил сюжет. Сюжет на боворот. Ты что делаешь? Давай пистолет. Надин? Повторять не стану. Ты делаешь просто невероятную новость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну, смотрю. Два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории. Но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эври Этью. Они убили друг друга. Конец вора. Мощная сцена. Мы убили. Что теперь? Убили за сокровищем. Одержим сокровищем. Получают свое. Что? Бросишь нас тут погибать? Я ухожу. А что с вами будет, мне плевать. Надин? Стой. Прощай. Надин! Надин! Моя работа здесь выполнена. Но ты ничего не сделала. Сейчас же! Он такой, фух, как мемчик. Райт, она ушла. Давай, помоги мне, мы выберемся. Ну нет. Но Сэм ведь отдыхает, не трогай его. Ему ко второй. Помоги мне сам. Я помогу. Блажанный. Мам, мне ко второй. Дрейки. Нет, я же не получу радости. Ни от одной монетки. Знаю, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Ладно. Коптите небо. Спокойно. Давай потом как-нибудь потренируемся пофектованию. Эй, заткнись уже! Блин, вот тут неудобно очень. Блин, вот тут неудобно очень. Мы оба можем выбраться. Натан Дрейк сам отыскал Эльдорадо. Натан Дрейк сам наступил на ногу. Короче, когда бьет вот... Да это я понимаю. На диагонали это треугольник, а плашмя ноли. Неудобство в том, что треугольник и кружочек вместо квадрата и кружочка, чтобы было бы логично. Вот это самая бесячая момента этого управления. Треугольник это наверх, блин. Он сверху расположен. Интуитивно непонятно. Интуитивно мне всегда хотелось нажать на квадрат. Я всегда сжал квадрат. Они вот, видишь, вот, вот лево. Ну я понимаю, о чем ты, но... Я сейчас нажал на квадрат. Я пожертвовал всем, чтобы найти Эмэри. И я не позволю парочке мелких ворюг в старом упрайдохе. И вышедший в тираж репортерши меня обозрит. Консоли гейминг. Ну офигенная же битва, офигенная. Управление. Да хватит на управление. Я отправлю их, следую за тобой. Ангард, урод. Это дело. Вертовать умеешь? Да. Тыкать острым концом. Будет весело. Умеет тыкать острым концом. Да, мразь! Ох, как хорошо, да, как хорошо. Ну вот, игра про пиратов должна заканчиваться, конечно же, битвой на шпагах. Я смотрю, второй раз у тебя намного лучше получается. Там под конец будет такая жопа. Там будет комбо просто, серьезно. Да, он будет долбить очень яро. Лучше проигрывал, короче. Будет яростно тыкать острым концом. Было бы прикольно, если бы прилетел Салли и вручил большой подорожник. Ты, по-моему, мне кажется, пнул его по яйцам. Ну да, наверное. А ему как будто ничего и не случилось. Немного еще. Хватит оттягивать неизбежно, у меня рука устала. Ну да, ну понятно. Мне дали отличный совет, я долбил по обоим кнопку. Так и будет. Одна из них сработает, по-любому. Фу, это несчастный этот чит. Ну, ладно, на самом деле, судя по картинке, видишь, он не работает. Когда он там уже откинулся? Дай передохнуть. Зажму лица. Аааа, не понимаю. Странный яг, КТЕ, блин. Пресс-эк-дувин. Я немного разочарован. Я тоже. В финальной битве я очень сильно разочаровал. Не так уж ты и крут, Бэтмен. Какой анекдот. Наверное, ему жарко, насколько алкоголь. Да, наверное, ему не прохладно. Ты, кстати, тоже можешь бить, по-моему, раз квадратом. И, возможно, секрет в том, чтобы отводить атаку, я буду ожить на квадрат. КТЕ, махач, это так интересно. Мне не нравится, что нет подсказок для дебилов, типа, меня. Да я пробую. Они вначале были, а теперь я не пробаю. У меня это бесит. Лучше бы каждый раз вскакивал. Подожди, подожди. Ну тут типа... Типа ничего не грузится. Это же слева. Че, треугольник уже? Ой. 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 На, держи обратно. Слишком сложно. Сложно! Нет, на третьей фазе тяжело. Там тайминг нужен, короче. Там не тайминг, надо просто следить. Заучивать движение. Вот так вот, когда бьет это лево, а горизонтально право. Захар не пожил, да? Нет, нет, это было лево. Я единственное, что не знаю, когда надо бить. Надо сделать комбу, и тогда дается удар. Ты так просто, когда начинаешь его атаковать, он фехтует лучше, чем ты. Вот и все. Типа ты должен... О, ну, как так-то? Может, ух ты не надо прижать? А чуть-чуть не по концовке, наверное, нет. Не, надо накомбить, отбить все атаки, он тогда... Ах, ну я же успел. По-моему, тут лево-право-лево-право. Не, он... Вон, каждый раз по-разному. Осторожно. У него рубашка прорезалась. Прорез... С тела. В смысле, ты прорезал, он рубаху. Да это же был левый, ну почему? Нет, такой правый. Левый, правый. Вот сейчас я правый нажал, он мне отразил. Ух... Лужно. Лужно. Поздравьте, я прошел Даркселус-3. Поздравляю. Отдохну. Не, вначале это было интересно, но потом... Сейчас смотри. Лево, право, право, лево, лево. Лево, право, лево, право, лево. Как будто запаздывает иногда. Да, вот это есть. К таймингу надо привыкнуть. Это было право, 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 лево. Право, право, право. Право, право, лево. Ты их знает, лево. Да бей его, наверное, сейчас. Что он бегает как угорелый? Йес! В фазе драки. Драки в фазе драки. Йес! И такие кишки. Игра престола. Давай. А чё, ещё? Да, вот сейчас он начинает супер дерзко комбить. Это очень сложно. Он вообще сразу, видишь, нарезает. После пореза, он нарезает прям у тебя, как колбасу. Но зато есть сохранение. Сохранение после того, как ты пырнул его в нож. Ой, в живот. Анчтоп! Ребята, это предпоследняя сложность. Это офигенная атмосферная битва. И если ты играешь на повышенной сложности, ты рассчитываешь на то, что ты больше умираешь. Как у него лицо меняется, блин, когда он фантом призовит. Тут ещё проблема, что иногда его не видно. Это лево. Вверх. Дерзко комбить. Я ничего не жду от экранизации Тетриса. Лучше, чем в второй части, лучше, чем в третьей части, лучше, чем в первой части. Ситуация классная, но именно механика битвы мне не нравится. По-моему, ещё два раза надо. Да нет. Спасибо. Ай, опять жал квадрат, опять. Прости меня. Не прости. Может, другая. Я такого добивания не видел. Мне кажется, если ты умираешь там 10 раз подряд, тебе показывают особое добивание. Это же было сверху. Это вот с той стороны, это сверху. Это справа. Сверху. Дай, дай, передохну. Дай, передохну. Давай! Передайте мне привет. Дай, дай, передохну. Надо было отойти. Но квадрат не появился. Не появился. Хламидо Монада? А, я не понял. На английском не прочёл. Нет, я проходил на среднем уровне сложности. Я тоже на среднем проходил. Как и положено проходить игру в первый раз. И потом пробовал ещё один раз на харде и на крашинге, чтобы в рецензии нельзя сказать, как это ощущается. На харде было тяжело, на крашинге фактически невозможно. А, я так и писал в тексте. Тащи, нет, тащи. Блин. Не слишком быстро. Бей же, наконец. Был бы у меня пистолет, я бы просто его расстрелял. Всё, но у меня нет пистолета. Здесь надо долбить по двум кнопкам. Говорят, если... Если пошёл, говорят, после удара вправо меч, то бей же удар будет вправо. Нет, он иногда комбит по два удара в одну сторону. Особенно ближе к концу. Что он занимается. Давай! На тебе, на ещё пощайу. Это только как он отрадил. Вот, два раза сейчас очеркнул. Блин, да. С разворота хрен поймёшь. У тебя есть граната на поле. Когда делают выпад, по-моему, либо без разницы, либо слева. Нет, выпад левый. Выпад левый, по-моему. Один с той стороны. Вот он... Блин, он сейчас... Вот он сейчас сделал три справа, один слева. Хотя я ждал с другой стороны. Следи за его ногами, говорит. Пошли советы. Следи за плечом. Следи за глазами. Он смотрит на ту сторону, да. Типа, когда отражаешь все камбы, то квадрат. Блин, придется, когда хотелось. Мне уже пройти заходил. Я имею в виду не бой, а сначала. Мы в огне вообще. Нормально. Да не надо собираться, отойди. Ты как мамочка. Смерть на рейве. Вот я не видел его сейчас. Не видел. Он спрятался за мной. Был, был блок. Был сейчас блок. Я кнопочку жал. От блок. От блок. Был блок, от блок. С той стороны. Ай, не с той стороны с левой. Что ж так комби, что мрась. Бесит. Особенно финальная стадия бесит. Следите за Сэмом, говорят. Зато у нас смотрит почти 600 зрителей. Максимальный показатель за стрим. Я же говорю, люди любят Сэмом. Люди страдают. Видишь, игра теперь начинает мне помогать. Боже, где тот тип, который под баллки был. Он там еще не сгорел. Ответик, ну, пока. Квадрат. Бью по квадрату. Ну? Ты не захотелось научиться? Нет. Давай вместе запишемся в фехтовать. Ну что, будем друг друга делать? Да. Мы будем фехтовать. Будем сцену из... А не черт, это. Выспроизводить. На Игромире, да. У тебя уже плечо пропорол, кстати. А пыль волка новая, потому что вчера в зале худел. Все? Нет. Ну, сейчас капсиченка. Ладно, ладно. Вот и все. Убей, смотри. Убей. Уже не надо. Убей. Психанул немножко. О! Сейчас еще буду. Дрейк, умрет! Ну, знаешь что, под всей этой бровадой скрывается жалкий пацан с манией величия, который даже фехтовать не умеет. Прощай, Натан Дрейк. Дрейк. Ну, не отважный ревер. Тут тоже надо отражать. Точно так же. Все, у меня забил. Все, Дрейк умер. Это конец игры. Пресс-секста-дай. Именно. Да ты, парень, душа стырный. Это хорошо. Не сдавайся. Мне и так все в жизни досталось на блюдечке с каемочкой. Вот все. Кроме этого. Оп. И это мое. Все мое. Хочешь сокровища, Рэйф? Забирай. Ну, кстати, это, типа, очень прозрачная метафора. Мол, хотел золота, под золотом и погребен оказался. Давай, выбирайся. Фух. Я пытаюсь. Попробуйся. Лишь, чтоб тяжело. Попробуй еще. Нет, не выйдет. Нет смысла. Давай. Черт. Слушай, слушай меня. Лол. Я мечтал найти сокровища с тобой. Хватит, нашли его. Нашли его, брата. Вот и все. Да, и Нейт тоже. Да. И Нейт тоже. Надо что-то. И золото умрет. И золото умрет, и Лена умрет, и Салья умрет. И мы с Пашей умрем. Нейт, тут сейчас все взлетит на воздух. Точно. Точно. Что ты делаешь? Сейчас. Что? Тебя. Голову береги. Просто тот, кто дошел с ума и стал стрелять себя под ноги. Рычаг тоже умрет. А, рычаг же. Рычаг умрет. Зрители тоже умрут. Ребят, без секрета открой. Бессмертие еще не существует. Я опять. Свою любимую тему с бессмертием. Красиво. Свою любимую тему с бессмертием. Кричатый сет. Вот там вы выберете меня. Давай. Вперед. Уф. Я с толочь. Я с тобой. Пусть и тонет, но не сгорит. Да, но сгорать, типа, мне кажется, неприятнее, чем тонуть. Поэтому он решил пожалеть его и утопить. Без смерти не существует с пылью раз. Да, да, да. Все так и есть. Как всегда, в конце, Дрейк все разломал, разрушил. Свет в конце конкурентов. Рычага нужно что-то подложить. Что ты подложишь? Ну, этого, как Сэма. Да. Чтобы вытащить Сэма. Обалдеть. Тихо, сейчас сюжетка будет. О, Нейт. 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 Давай, помогу. Ты живой? Да. Эй, Салли, они со мной. Где вы? Вот здесь. Эй, старик, мы здесь. Из-за ракетницы, короче. Рада, что посуду мыть не придется. Ну, что? Что, никто не умрет? Помылись. Сокровище умрёт. Да, вроде все. А что забыли, то вот, фу, бластыри на лице, так ассексуально. Может, все-таки подбросить? Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не забыли, чтобы ваша жизнь не разговаривала. Его не было, я вас обманул. Обещание. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. Обычное приключенческое дерьмо, все пропукали, но зато живо. Бриться не умеет. А-а-а. Эй, ты что ей рассказываешь? Тихо-тихо. Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был пистанец? Придурок. Скажи ей. Великий Нейт. Великий. Не понял, что тут смешно. В его оправдании могу сказать, он был... Блин, Донна, но смешно очень. Ну, Сэм, знакомство с тобой. Знакомство с факерами. Было приключением. Как же она топач, топач пошутила просто. Знакомство с тобой было приключением. Присмотрю за этим эстолопом. Присмотрю. Я догоню. Кто из вас эстолоп? Еще. Аскалоп. Хорошая. Эскалоп. И похоже зашли за этим эскалопом. Похоже. Слушай, предложение в силе. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас стеснить, мы все обсудим. Нет, нет, мы все обсудим. Дело совсем не в этом. То есть и в этом тоже, но я сокровище не чувствую. Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. Сейчас будет важная фраза. А я наоборот почувствовал внутри какую-то пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключением, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе. А от чего отказаться? Ну, я пока не готов выбирать. Типа, как Господь смолвил, мы считал древних городов. Я тебе парочку оставлю. Ну, спасибо. Ну, что, нам пора. Ага. Сэм, мы крутые. Это точно, брат. Иди сюда. Обнимашечки. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Такой я не умрю. Когда он сказал, давай уже, катись, я вспомнил, как тебя убили, и ты катился к воде. Прикинь, надо. Давай уже, катись ты. Какой купить? Такси ВАЗ-2106. Ну, Виктор, какие планы? Какая ваша профессия? Какова? Пока меня не втянули в это, я работал над одним деловым предложением. Деловым? Опасно? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. О, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Когда сэо маридо вольтар параказа? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Пошли. Очень гейская. Нормально. Очень гейская. А сигара не найдется? А вот это перебор. Я хочу Зоида. Это какова? Это рейв. Я хочу Зоида! Это Паша приходит на работу с утра. Никого нет, правда. Я уже себя на работу. Это вы приходите. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Мари. Террорист зашел на самом деле. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить. Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Мы с ним поторговались. А ты останешься? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться. С семьей побыть. Порыбачить опять же. Молодец. Что за олух? Все это купил. А, ты и купил. Оп. Такой угарный чел, я вообще не могу. Я не прикалываюсь. Что? Ты? Эй, эй, погоди. Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть... Такие на ней штанции, это Джеймсон. Так это что? Она всегда... Серьезно? Нейт, в обтяжку. Не сомневайся. Это будет очень хорошее уважение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Алло, это ты? Привет. О, она сейчас такая няшечка была. Ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. Не расходитесь, еще не все. Зачем? Да, это не конец. Сейчас самое интересное начинается. Это не конец вора. Вы еще не видели... Эпилог. Его конец. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Еще где-то час геймплея. Ну, почему нелегальная? Вот. Этим утром пришли. Она так сделала губами, да? Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Ты не чувствуешь, когда дал карточку девушку. Кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну, после покупки этой фигни есть он пень. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Ножонок. Привет от Рэйфа! С того света. Охренеть. Откуда это? В кармане у себя нашла. У тебя. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Офигенно ловкий. Лежал под бревном, жарился такой ловко. На эту покупку. Ну, жарился в смысле. Ну, и? В смысле, сам. И там эти деньги. Та-та-та-та-та-та. Такой разыгивание. Да. Пока никто не видит. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Диалоги о животном. Милый, а как же нашел? С этой нормальной жизнью. Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь. Ну, ты дал монету к ней в карману. Вот ловка. Слушай, я поняла, что я тоже. Ну, девушек всегда в кармане валяются монетки. Девушки, как лепреконы. И по нам скучаю. Ой. Смешные вы такие. Теперь мы можем делать то, что любим. Романтика, подожди, описаться можно. Да тут уже не очень смешно. Тут романтика. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку. Своей, жутко дорогой камерой. Жутко дорогой камерой? Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Ну, слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Фу, как грубо. Что? Не, я бы дал тебе таймал, братуха. Не будем лишать Джейсона. Его раннего выхода на месяц. Это жесток. Субтитры есть. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Парни, я из деревни, что это за мультик нам? Ну, конечно, ты посидишь. Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня аж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж. Ладно, тогда по очереди. Да. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже крут. Уже скорость реакции прокачалась. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. Подвести барниш, Калей. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это? Ладно. Все. Напросился. И сейчас тоже не уходите, потому что это тоже еще не все. А первые видели, да? Первую катсцену, где они играют? Естественно. Нет, еще не конец, еще не конец. Сейчас будет самая мякотка, самая... Только начало. Вишенка будет еще. Захар Кукарекул. Нет, это ПКшники Кукарекуля. На Захара. По поводу того, что игры нету нигде, кроме PlayStation 4. Забей на яблоки. На яблоки. Лисам все равно не нужны яблоки. Это как, специалист по лисам? Да. Специалист по лисам. Лис по лис. Это из Зверополиса что-то. Я не знаю, я не смотрел, но очень хочу. Ну, звучит как из Зверополиса. Лис по лис. У-у-у, это звук лис по лис. У-у-у. Это не лиса, да? Это бандикут. Мы знаем. Это звук лис по лис. У-у-у. Лис-а-лис. Лис-а-лис по лис. Все, накрутили. Райф играет, да. Но о том свете нету консолей. Спойлер. Купили бы девочки, честное слово, ходили бы PlayStation 3. Где они? Даже маловарню не приобрели. Не приобрели. Они, наверное, не очень ее любят просто. Тут, кстати, есть один. Древность. Согласен. Интересный момент. Читать. У них собака, да, это плоттоист. Наташа Дрейк. Думал, голубая баба. Ты голая. Голая. Фу. Тут есть, кстати, очень интересный момент, который уже показывали. Ну, если вы посещаете всякие паблики... Надо бы постирать. Ну, хоть кто-нибудь умрет. Потом. Как бы... Как бы... Как бы... И вот и непонятно, понимаешь? Ну, все намекает на одно, но с другой стороны... Это комикс какой. Это... Она беременна? Да это же ветер. Она беременна. Да это ветер. Она беременна. Посмотри на живот, она беременна. Посмотри на куртку, посмотри на волосы. Это ветер. Ну, может быть, ей надул. Ветер с моря, адул. Ветер с моря, адул. Ну, фиг знает. И ей надул. Не, ну, то, что делают новые The Last of Us, это не для кого они... Да там, понимаешь, там просто Off, Off Us не очень, то есть, там не влезло. То есть, Off там прям должно быть... Вот. Может быть, это, знаешь, Lost of Us. Lost Anus, да, это на самом деле написано. И, на самом деле, это не продолжение The Last of Us, безусловно нет, безусловно нет. Вот. Такой вот интересный спойлер. Ну, что тут еще можно посмотреть? Беременна назад. Все. Тут я не понял, ты знаешь, о чем это? Неймлесс. Что-то какая-то, какая-то штука. На Скотт Пилигрима похоже. Ну, понятно, ты тоже, в общем, не знаешь. Ну, а делать прикольно будобудом. Стало жирной. Да, да, да. Мам! Пап! Внизу Лого Догов. Логи-доги-дог-дог! Где Лого Догов? Внизу Лого Догов. Бифик с ним? Ну да. С Лого Догов. С Лого Догов. Я верю, что там Лого Догов. Да что за... Цепляется за Лого Догов. А чего он такой срать в комнате? Вот смотри, у него, кстати, Phantom Frontier X. И мне, как бы, что-то кажется, что это Final Fantasy X. Ну, а тут Phantom Frontier. Здесь есть смысл. Или существует такая игра? Не знаю. Нет? Я просто не силен. У меня не было, к сожалению. Я был бедным ребенком. Вы из бедной семьи. Так, куда я пока не пойдем? Пойдем в квартиру родителей. Наверняка у них тут что-нибудь. Тоже срач. А, тут есть, да, тут есть. Ми-ми-ми. Ничего не происходит. Ну давай. Я просто не попал вот. О, какая прелесть. Тот самый альбом, который мы, кстати, листаем. Такое ощущение, что она хочет оторвать ему голову на левую фотографию. Да, так и есть. Она привинчивает ему голову. Прости, Салли. Прости, Салли. Но тебя, брат. Сэм тут такой молодой. Вечно молодой. Вечно Салли. Сейчас щелкуны начнутся. Почему у них такой срач? Я сам в шоке вообще, братух. Не убираются. Она таки вышла замуж за этого неудачника. Да, еще после третьей части, на самом деле. Ну, в ванне родители ничего интересного. Давайте попорсим хэштег прости, Салли. Мы все прости, Салли. Юра, мы все прости, Салли. Они нас бросили. Да? Смотри, у них она шага. А, где-то зернышки. Это зернышки, это зернышки. Все, собака умерла. От грусти. Смотри, у него даже щека на подушке, по-моему, лежит. Почему ночные... Почему ночные ты так похожи на Сэма? Ух ты, круто. Нужно еще разок одолжить ее у мамы. Ух ты, круто. Салли, вечно в Салли. Это не срач, это атмосфера. Атмосфера. Она приемная, говорят. Тут можно музычку включить. Что у нас тут? У мамы странные вкусы. Но это мне нравится. Сейчас припеваю. Это за ласт оф ас, по-моему. Я не знаю. Сейчас, тихо. Сейчас, подожди. А, нет. Кажется, нет. Нет. Показалось. Гитар-хиро. Конец вора, да? Тихо, сейчас припев будет. Я первый раз не понял, что ты пошутил. Я подумал, сейчас реально припев будет. Слушай, как фраза. Нужно срочно устроить вечеринку. Это маск от Naughty Dog. Это похотливая собака. Она не похотливая. Ну, а какая-то возбужденная. Ну, кстати, может быть. Но можно ее закормить до смерти. Ну, ладно. Больше не просим. Поэтому такой срач. Все из-за собаки. Срач и собака. Собаку умрет. Ее усыпят. В конце игры. Ну, ладно. Но больше всего ты не получишь. Ясно? Кто-то слишком серьезный в чате. Давай мы еще больше все испортим, чтобы он ушел. Давай его за тайм-аутим просто. Не портил нам. Потому что если не нравится, то можно уходить. И можно самому купить PS4, Uncharted и пройти. В умолчании полном. Да. И убить своих соседей и родителей, чтобы они тоже не мешали. Ну, это уже по желанию. Это зависит от вашей... Больше нельзя покормить. От вашей жесткости. От панч-дока. Почему она так похожа на Путина? Что? 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 Можно яблоко взять, но здесь нету лемуров, к сожалению. Закормить ее до смерти. Окей. А, кстати, тут забавные записки еще на холодильнике-то не рассматривал. Вот слева. Train Vicky to stop jumping on our beds. Ну, типа, Vicky — это собака. Натренируйте собаку, чтобы она перестала прыгать на кровать. Прыгать на нашу кровать. У меня все волосы... Подожди, видишь, они по очереди идут сверху вниз. It's calm down. А, успокойся. Ну, типа, все окей. It's dog hair. Hair all over my pillow. Забавная собачка. Сидящая. Buy India tickets. Так, yes. Что дальше? And new surfboard. Order new dive tanks. And new surfboard. Да. Didn't we just buy you one? Закажите новые баллоны для дайвинга. Да, и доску для серфинга. Но разве мы тебе не купили только что? Buy one. Типа, одну. Если ты имеешь в виду ту, которую два года назад. А, с намеком. Нет, if by just you mean two years ago. Если там для вас недавно это два года, устал бы говоря. Да, типа, намек. Позвони продюсеру о Антарктике. Да. Могу ли я... Подожди. I get to come right. Типа, могу ли я поехать? Я так понимаю. Могу ли я поехать? И только... Если ты... I get to come. Да. Я тоже еду, да? Да. Только если ты почистишь свою комнату. Ну, поговорим об этом. Купить билеты. Это твиттер Дрейка. Бегамон... Что? Бегамон Кэсси. Сили. Окей. Сали, точнее, Сили. Don't be silly. Газовую плиту. Блин, тут смотри, как в Икеа прям. Ну, то есть, прям, смотри, у них все прям проработано. Не просто... Она вон с ножичками. То есть, не просто... Да, и доска такая. Взяли текстуру и налепили. Все заморочились. Там даже тарелки, смотри, в шкафу есть. И они тоже не текстура. Камень в лесу. Так, почитаем записочку. Круто. Сэм и Сали приедут к нам в гости. Да. Мы сидим в маленьком кафе на оживленной Гаванской... Да, Гаванской улице и пьем, пожалуй, лучшие экспрессы в моей жизни. Не нужно ничего делать. Никто нас не преследует. Странно это. Уйти на покой. Хорошо, но странно. Сэм теребит меня, мол, скажи... Захар, как обычно, смеется над словом теребит. Сэм теребит меня, мол, скажи, пусть к нашему приезду забьет холодильник хорошим пивом. Его слова не мои. А еще он напомнил мне, что ты проиграл спор. Причем нам обоим. Мы не курим уже 12 месяцев. А я, между прочим, на Кубе. Представляешь, как тяжело мне тут быть пайнкой. Я представляю. Скажи девочкам, что мы их любим. Передай Кэсси, чтобы достала нарды и подготовилась. Я требую реванша. Увидимся через пару недель. Скучаю по всем. Вам, ваш друг Виктор. Ну, что-то странно. Ну, ладно. Я молчу. Ну, кстати, вот тут... А что они не нашлись? То есть, видишь, правая часть. Это как бы они играли. И вот, типа, Салли проиграл и такой плачет. Да-да-да, там написано нарды. И спойлер, Сэм не умрет от курения, да? Потому что он бросил курить. Ну, да. Хотя... Это ничего не значит, да. Ладно, пошли на улицу. Захар вроде взрослый, она теперь бить смеется. Вы тоже смеялись, не грите. У меня настроение расслабленное. Я уверен, что вы тоже посмеялись. Просто пытайтесь казаться таким серьезным человеком. Не пытайтесь. Расслабьтесь. Да. И улыбайтесь. Так, махал, вот и я. Еще пару недель. Перевернуть. А, там же фотка была. Блин, 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 блин. Я могу вернуться? Я могу вернуться? Я же могу вернуться? Да, я могу вернуться. Там же фоточка была. Я вам фотку не показал, это тоже важно. Тут такое в чат выбрасывают, что... Там топовые шутейки. Захар по сравнению с этим просто гений. Вот, вот они на Кубе. Гляньте на них. Что-то... Ну, Салли постарел, а вот Сэм совсем нет. Салли что-то не то с ним. Тарелки проходили моушенькой. И как только сфоткали, короче, эту фотку, они достали по хорошей кубинской сигаре из-под стола и начали курить. Да, выброси яблоко. Сейчас героиня услышит вас. Оп! Просто выбросила яблоко, вон она валяется. А, он без усов был, да, Салли? Я не обратил внимания. Ну, я сказал, экипаж. Кто? Она, она вынесла яблоко и просто его выбросила. Она не знает, что дети в Африке голодают. Она живет беззаботной жизнью вместе со своими богатенькими родителями. Может, ты вытащила в другое измерение? У него на острове. Ну, или в магазин ушли. Как она бегает, смотри. Хотя по песку так, на самом деле, сложновато бегать. Вот так вот, обычно, по-другому несколько. Посмотрите на его хоромы. Просто, блин, шокует. Много золота натырили. Много монеток накидали в карманы. Пошли к... Где фоточка-то? Я же показал, вот там была прицеплена музыка из Ведьмака. Они в сарае обжимаются. Тут есть кто? Никого нет? Ладно. О, ковчика. Так, еда на месте. Присованный песок. А, вот тут можно погладить собаку. Место, где можно... Привет, Вики. До этого нельзя было. И все, больше нельзя. Ну, правильно, собаке не сразу... Можно поговорить. А ну-ка, где мама с папой? Давай, ищи. Ну? У нее пуза пивна. Вот как? Ну, кого из них? Ну, собаки, конечно. Все, собака... А у нее дырявый карман, по-моему, на шортах. Куда родители смотрят? Ну, просто протертый. Куда ты смотришь? Ну, я... Старый педагог. Смотри, там окровавленные камни. Пивань, укуси за лицо. Господи, ребята! 641 зрителей. Так, тут я... Я, кстати, в тот раз что-то не досмотрел. Ух ты! Хорошо очищено. Что? Хорошо же очищено. Ты не согласен, что ли? Опять у тебя ржака какая-то. Да нет, я не смеюсь. Не бри, ты смеешься. Я не смеюсь. Ты клеишь уже на меня. Окей, Вики, где золото? И даже определился, где искать. Не осталось, Фрюсичка, на жопе ездить, да. Это гены. Гены Батькина. Это не карман. А, тут вот, кстати, можно историю посмотреть. Прикольно. Да, прикольно. Где-то с самого начала можно посмотреть. В общем, насколько помните, да, там они отправлялись... Вот. Тут я всю дорогу тусила с Салли. Раскапывать всякую археологию. Это Малайзия. Это моя любимая экспедиция. Хвост трубой, глаза горят. Это я помню. Так, а где основная-то, с чего начиналась? Тут, видимо, нету. А, вон там еще что-то было. А, нет, я все посмотрю. Я вот сюда, кстати, не заходил. В уголок. А там баллоны. Вот сюда я не заходил. А тут нет баллонов. Тут какая-то фотка есть, которую я не видел. А тут он с усами, кстати. Ну, везде странно очень выглядит, почему в них. И мамка с пивом. И мамка с пивом. Повернуть нельзя. Че, собака-пудель? Кажется, не разбираетесь в породах собак. Это не пудель. Так, сейчас надо... Тут еще что-то можно так, помимо этого? Потому что, когда берешь это, то активируется триггер. Смешные. Прикинь, девчушка уже на обложке журнал. Немного поэта. На Майли Сайрос, похоже. Потряси журнал, он такой вялый, так смешно. Ну, как настоящий. Ну, да, да, да. Тащи журнал игромании, сейчас так же потрясаю. Хотя этот, смотри, потолще. Этот, потолще. Оп, ключики. Ключи забыл. Лабропес. Ключи забыл. Ух, пошалим. Шкаф откроем. Вот это шлунишка. Не выйдет. Ничего не... Выйдет. Сейчас труп на этому Дрейка. Нет. Ух ты. Ух ты. Я знала. Так, начнем со стены. Ого, крутая. Кобура. Какая у тебя крутая кобура. Что это? Святой Дисмос. Благоразумный разбойник. Так, что тут еще можно посмотреть пока? Так, вот это посмотрим. Шестнадцатый век. Откуда это? Из шестнадцатого века. Я двенадцать лет жила, не так. Так, нет, я хочу в шкафчик посмотреть сначала. В шкафчик. Жвачка. Я-то ж подумал. Так, а тут кусочек с вами. Это же деревья из Шамбла, да? По-моему. Это самый странный тик-так. Светится. С плутонией. С вкусом плутония. У нее родинки на руке прорисованы. Ну так это же... А вот подмышку. А вот подмышку. У нее амнезия. Нет. Я вообще с чего взявил, что это дочь Лены и Дрейка? Может это воровка? Да, просто женщина. Просто девчонка какая-то проснулась. Это что? Дырка от пули? Не прошла. Не прошла. А если бы прошла, то Салли бы сейчас не курил бы двойной эспрессо. Не пил бы двойной эспрессо. Курил двойной эспрессо. Не курил бы. Ну, курить бы он тоже бросил, но по другой причине. По причине невозможно. Кинокассеты еще найдет. Как-то жутко. Но круто. Это круто. Это круто. О, бедный Йорик. Я знал. Я знал его Горацио. Вот сейчас. Книжка. А какая настоящая фамилия Дрейка? Морриган или как там? Я не помню. Да. Ты? По-моему, да. По матери. Сейчас бы двойная эспрессо. Мы уже забыли про то, что еще можно лизнуть палубу или погладить пса. Да и про босс подноса все забыли. Да, да. Такой длинный стрим, что мемы умирают намного быстрее. Может, не будем читать, а? Но правда. Я это к тому же уже читал. Это та самая книжка, которую они в молодости. Морган. Окей. Морриган — это другая тема. Моисей. Сидоров, да. Молодцы. Эвери, Ганг и Савай. Стоп. Вы ищете сокровища Эвери? Ищете, да. А, тут вот классный момент. Да, это та фотка, которая вначале... Брздынь. Это папа? Молодый Дрейк похож на Никулина. Помнишь, он вначале взял эту белую папку у себя на чердаке? Да, да. Достал фотку, не показали, а он положил ее обратно. Сигфарвис магна. Великая начинается с малого. Да. Про насвай. Бонка насвай. Занаменитый корабль. Остинской компании. Чего? О, черт. Палива, палива. У всех был такой момент в детстве, когда тебя палили за чем-то неприятным. Вот ты где. Привет. Мы тебя искали. На самом деле нет. Что делаешь? На самом деле, мы тебя не искали, да? Да вот папа... Зачем тебе искать, если она дома? Мы все погрузили. Да, да, да. Пардоните. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо... Что такое, Кэсси? Что не так? Почему ты не смеешься, как тогда в ней? Ладно. Не злись. Блин, мне так лицо меняется. Говорю же, не злись. Ключи. Сейчас в уголотку. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну вот только фотку с дядей Салли. И с каким-то испанским сокровищем. И с ружьем. Да. Да. Это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры. Да, манеры. Пардон. Ну что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере, череп от лежит серебряный. Ну, вообще-то я еще не готов. Правда. Так глазка и бегает. Пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда вы, сын. Это было другое дело. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам? Она волоса в носу должна быть. Ой, ну... Не прорисовали. Так, ну, в общем... Как-то мне позвонил парень. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Твой отец убил три тысячи с лишним жулика. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит, оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да, брось, ты же знаешь, это не моя вина. Так, стоп, тайм-аут. Так, говорите, на вас напали пираты, когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка. Так что ли? Расскажите, как есть и про Хлою. Да, вот это отличный комментарий. Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути Гальдара. Это по легенде. На самом деле это была проклятая страна. Да ладно, честно? Серьезно. Но до этого еще. Сначала. Мурашки. Мурашки. Танец локтей. Ну скажите, что вас не впечатлило. Ну скажите, что вас не впечатлило. Хороший конец вора. What's your language? Mine your language. Мне нравится это предложение, когда Захар говорит мразь на стриме. Манеры. Манеры. Да, мне тоже понравилось. Манеры. Манеры. Вот так вот заканчивается Uncharted. Ты плачешь? Да, серьезно? Мне Дрейк в глаз попал. Мыло в глаз попал. Мусор какой-то. Меня не впечатлило. Это Василий Копейкин. Залаги. Да. Каноби. Скрываемся, пацаны. Скрываемся? До ведьмака, как до Китая. Ну нормально вообще. Ну да, там мат есть. Там никто не говорит манеры. Ведьмак манеры. Да, да, да. Ай, ну что ж такое? Прям в теку. Если бы не назвали ее Ларой, это был бы отличный стелк. Я, кстати, согласен. Как мы с Ларисой. Жалко, что драки больше не будет. Да. Так должен был закончиться масс эффект. Мусор какой-то. В глаз попал. В глаз попал, но в мусор какой-то. Это почти так же грунтно, как Сталкер. Ждем спин-офф про Салли. Анчарта 3 мастер лет через 30. Слишком детский конец вора. Хороший конец вора. Паша ревет, как женщина. Просто он в самом деле заплакал. Тут нет стиха про Ламберта. Игра не топ. Принесите. Ааа, Паша плюшевый медведь и платочек. Спасибо большое, ребят. Спасибо, что смотрели. Это был Uncharted 3 путь вора. Весь, полностью, до конца. Но мы можем зайти, кстати, в меню. Или не можем. И показать вам меню. Да, теперь доступен раздел бонусы. Сюда можно зайти. Выход в главное меню. После титров ничего не будет, к сожалению. Я смотрел. Мы всем заводом ожидаем. Я вас люблю. Спасибо за стрим. А почему вы Uncharted не поставили игрой месяца? Неужели Doom лучше? Doom мультиплатформа. Да. Он популярнее. Он тоже хороший, но популярнее. Здесь невозможно сделать снимок экрана. Спасибо. А теперь еще разок на крашинг. Спасибо за дрейк. Гол, другой стрим. Здесь невозможно сделать снимок экрана. Я понял, я не делаю. Так, давайте посмотрим, что есть в дополнениях. Есть облики. Можно вот купить себе такой облик. И, как я понимаю, в таком облике еще раз перепройти игру. Довольно забавно, когда они дома у себя сидят. Подожди, а какие есть? На самом деле не очень много. Дома, на работе, в комбинезоне, в костюме. Бой на аттракционе. В Шотландии. Концовка на острове. Kings Bay в эпилоге. В эпилоге старый. И стандартный костюм. Но это стандартный костюм. Ну, и то же самое, в принципе, у всех. У них никаких-то особенных, таких прикольных костюмов нет. Ну, вот, может быть, если бы Сэм всегда ходил вот таким, было бы забавно. Сэм официант. И любым бомж он там еще есть. Сэм бомж, да. Ну, вот, у Салли поменьше костюмов, так как он не ключевой персонаж. То есть после титров не показали Таноса на троне? Нет. Не показали. Тоже немного. И, естественно, рейф Адлер. Рейф Сочи. Можно разблокировать оружие, чтобы сразу было доступно. Я настолько понимаю, его можно вызвать прямо из меню во время второго прохождения. Режимы рендеринга есть. Это вот как раз то, о чем мы говорили. Сэм шейдинг? Да. Типа с фильтром. Поиграть еще раз, но с фильтром. Мозаика. Играть невозможно. Воровское зрение все помечены. Вот это вообще... Негатив. Загробный мир. Чудной, да. Все как будто покрыты мылом. Три цвета. Мелом, простите. Не хотел говорить мылом. Блин. Радужная страна, да, прикольно. Вот это тоже неиграбимо. Невозможно, весело. Но кто-то уже, небось, прошел. Черно-белый фильм прикольно. Это фильтр. Это а-ля Инстаграм. Можно пройти как будто вся игра из ада. Но самое прикольное это сэлшейдинг. Да. Ваня отмечает, что в сэлшейдинге прям топчик. Модификаторы игрового процесса. Зеркальный мир. Ну да. От зеркально пригибели. Замедление. Режим замедления времени. Нет притяжения. Восьмибитный звук. Четырехбитный звук. Даже не представляю, что это. Гелий. Просто писк. А то они все будут пищать. Да. Ксенон и неограниченный боезапас. Манеры. Так. Что-то еще. Еще что-то было. Я где-то... А. Галереи персонажей. Можно разглядеть персонажей. Причем это не просто картиночки, как у всех. Вот это мне очень понравился этот момент. То, что... Давай самое вкусное найдем. Елена Фишер. На Мадагаскаре. Сейчас они подгрузятся. Анчерстов пять. Манеры вора. Манеры вора, да. Сейчас. Левочка. Да, какой-нибудь... А что она на черном фоне? Можно посветить? Вот, ее надо разблокировать. И... Тихо, тихо. Куда? 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 Верни обратно. Надо выбрать. Ее тут можно, короче, покрутить. Повертеть. А вот. У него волосы шевелятся. То есть, взяли модель из игры, поставили на постамент, зафиксировали голенькие ножички. Ооо, как все интересно. Да, можно приблизить, давай приблизим. Обалдеть. Как живая. Вот это круто сделано. Вот прям вот круто-круто. Ооо, я даже дырка в ухе видна, которая под сельгой. Смотри, как... Блин, они реально выглядят как настоящие. Я бы заправил эти пряди ей за ухо, конечно. Смотрит так, как живая. Так вот еще опустить. Да. 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 Ого, тут. Ой, у нее прям вены на лодыжках вырисованы. Фига ты высокая, как говорится. Кривенькие такие пальчики. Ну, вообще просто пипец. Задницу, задницу, задницу покажи, говорят. Маловато задницы. Ну, что-то не тот наряд для задницы. Не время для драконов, как говорится. Не время для задницы. Тут тоже, смотри, вон вены прорисованы на руках. Да, 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 да. И красные пятна какие-то. Синенькие. Синенькие. В общем, вот так. Ну, потрясающе вообще. Я не знал об этой фиче. Я его поставил 10,5. Давай морщины с Салли посмотрим. Ну, после Ленки как-то уже рассматривать. Да, нормально, морщины с Салли. Смотри, у него вот волосики все прорисованы. Морщинки. Вот можно посмотреть, что они, блин, тоже все проделаны. Нет, Салли неинтересно. Ну, давай эту сейчас. Давай еще Лену. Как ее? Нет, есть же... А, да, есть же еще один. Сейчас мы найдем ее. Только там, чтобы была бицуха видна. Вот, типа, такого. Да. Это как в этом... Джеймс Бонд. Салли на моего отца похож. Вас зовут не Дрейк, случайно? Давай заглянем ей в дуло. Там ничего нет. Пустота, кромешка. Пустота дуло. Давай посмотрим ей на бицуху. У нее, смотри, у нее даже есть... Прививка от Оспы. Тоже. У нее, смотри, вен побольше. Такие вспученные. Ну, да, она же часто. Вон там. Видишь, прогрессована вена. У нее такие же. Тут ничего нет. Тут не на что смотреть. Nothing to see here. Кузыряшки трясутся. Кто там хотел закопаться? Поглядите на это. Да, работа, конечно, феноменальная. Ну, в... Смотри, даже складка на подмышке есть. Да, но рубашка... Тьфу, не рубашка, а футболка... Майка уже похуже. Вот шрам там на... Да-да. Ключице. Но футболка уже похуже прорисована. Полигонов меньше. Это было без футболки. Вот. Ну, и какие-то берцы. Нет. Вот, Леночка One Love. Кожаные боты. Оп. Ну, можно глаза и рот так прописать. Но она там есть в другой... В другой форме. Покажи еще раз полигон. А у нее же есть еще вечерний костюм. Да-да-да-да-да-да. Вот он, видишь, никак не загрузится. Вот, на аукционе. Она в штанишерах была? Да. Говорят, ее макапила не чернокожая актриса. Ну, в смысле, движение снимали с... Мятые. Смотри, штаны мятые. Фу, не гладит, что ли? Наверное. Ну, она же это... Она же на аукционе. Ну. Ты что, на аукцион пришел? За харуки на стол положи. И опять же, все вены все. Видны. Грудь не трясется, грудь. Грудь не трясется. Волосы трясутся. На грудь мою смотришь, сволочи. Кого еще тут нужно глянуть? Она же быдла. Говорят, давай Елену еще. Еще Елену? Ну, давай еще Елену посмотрим. Тут их много. Елена Фишер 1 рубль. На Мадагаскаре. Какую еще? Я не знаю, какую еще. Давай, которая вот так в офисе. В эпилогии. О, она в шортиках. Но она старенькая. Да. Я не хотел этого говорить. Ну, вот эту давай. Грустняшка. О, хочется ее приободрить. Если вы понимаете, о чем я. Мы тут все уже видели. Классные кеды. В целом, мы тут все уже видели. И пыль. Все, я думаю, надо заканчивать. Выйти в главный меню. Да, давай еще посмотрим. Там еще что-то было, по-моему, если я не ошибаюсь. Что-то последнее. А, и последний пункт. Я его весь показывать не буду, потому что купите и посмотрите. Можно помереть. Это наброски к каждому эпизоду, то есть, сейчас какие-нибудь наиболее интересные. Это бой. Галерея артов и персонажей. А, там же есть, вот, это как выбирались персонажи. Нет, это наброски. Ну да, наброски, видишь, там есть печать аппруфт. Да, да, да. Несколько зарисовок и подтвержден, вот, прикольный в самом начале, как они выбирали Дрейков. Вот, видишь, какие были варианты. Вот, сверху Сэм, снизу Нейтан. Вот, и они подтвердили вот лево, хотя он не очень похож, но это первые, это первые зарисовки. Вот, вот они уже в цвете. Видишь, он не похож на самом деле. Да, да, да. Вот, вот они тут его изменяют, ему меняют прическу. Нет, жопы и нет приключений. Вот, вот одежда. Выбирают, в какой одежде он пойдет. Понятно. Ну вот, вот тут уже два аппрува, типа сначала он без куртки, потом в куртке, типа он дает ему куртку. Вот, разные зарисовки. Да все, все уже устали. Не, не, есть еще прикольные мультяшные зарисовки. А, прикольно. Вот, там на несколько, на некоторых моментах есть мультяшные зарисовки. Смайлики есть примерно в такой стилистике для PlayStation 4. Вот. Под водой, по-моему, нигде мало. А, нет, целых 11. Зарисовочек. Но, видишь, изначально они поднимают, в изначальной зарисовке они поднимают не, как это? Не контейнер, а этот, а это, что это? А, это цепляют грузовикам. Ну, собственно, вы поняли. Я не знаю, как это называется. Как это называется? Дрейкс Босс. Дрейк в костюме. Не похож на себя, на Шепарда похож. Вот Сэм уже похож. Кстати, в шапочке было бы клево, если бы он появился. Да, согласен, как но из МС. Цистерна, точно. Абсолютная правда. Ножевые районы. И волосатая пуза, чуть-чуть пуза. Вот как они встречаются. Это прикольно, да. В общем, все показывать не буду, ну потому что это уже прям совсем перебор. Весь контент сейчас разбазарим интернеты. На этом все. Спасибо, что смотрели. Были с нами все эти несколько стримов. Вот так вот она состоит из себя. Игра Uncharted 4. Игра года? Да, возможно. Пока что. So far. Вот, классная игра. Я советую вам всем обязательно в нее поиграть самому, потому что пережить это надо. Он всегда был здесь. Да, да, да. Вот. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Вот. Отлично отдохните. Надеюсь, у вас не будет дождей. Вот. И приключения вам в стиле Дрейка. Только не умирайте от ножневых ранений в стиле Дрейка. Да. Вот. И от гранат тоже не умирайте. Ну вот. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.